Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте, он достаточно коротенький в данном случае, но от этого, конечно, не менее важен. Мужчина после ссоры игнорирует вот как три недели, не говорит ни да ни нет. Как вести себя в такой ситуации в отношении более трёх лет? Ну, в первую очередь здесь, конечно, хотелось бы прояснить, наверное, такой момент. Вот. Связанный со следующим. Здесь хотелось бы прояснить в первую очередь момент, связанный с тем, как мне кажется. На что мужчина, ну, не говорит ни да ни нет. То есть, вот, ну, настолько конкретно. Он не говорит ни да ни нет. Вот. Это было бы очень в данном случае полезно выяснить и полезно понять. Потому что если человек вас игнорирует, как вот вы говорите, например, да, вот, если человек вас игнорирует, то, естественно, он, наверное, не будет говорить ни да ни нет. Вот. Что, на мой взгляд, ну, вполне естественно. Вот. Потому что, в том и прикол, да, игнорирование, что мы как бы не даём какого-то внятного ответа. С другой стороны, то, что вы описываете, вы говорите, что он молчит, да, и в то же время не говорит ни да ни нет. Предполагается, что у вас есть какой-то вопрос к человеку. Вот. И, на мой взгляд, ну, вот, как-то хотелось бы, наверное, я в первую очередь понять, какой у вас вопрос к человеку. Потому что зачастую, зачастую, все ответы на, условно говоря, ваши вопросы есть у вас, у вас, у самой Виктора. Поэтому, в данном случае, ваша задача просто максимально, так скажем, к себе прислушиваться, ваша задача максимально, так скажем, к себе, как бы быть внимательной. Вот. И, в принципе, этого будет достаточно, если вы себя, например, сможете услышать. Вот. Если вы сможете к себе прислушиваться, вот, то, в принципе, на мой взгляд, вы сможете как раз получить вот... Ту информацию вы сможете получить тот ответ, который вам нужен. Вот. Да, пожалуй, только вот тема исключения. Ну, что это будет с вашей стороны ответ, а не с него. И здесь вы, на мой взгляд, просто, как бы, ну вот, окажетесь в таком случае перед проверкой. Проверкой. Проверкой того, насколько вы к себе внимательны, вот. Проверкой. 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 Эhm. Сorry. Вот. Проверкой, вы их面 Please LLC. Сorry unused и, а. Мегутер. Проверкой. Проверкой. Вы, ага trade,ên. И его, gasoline chỉeee, вот, соответственно, на мой взгляд. В данном случае это вот такой аспект. Как мне кажется, аспект довольно важный. Следующее, поведение, ваше поведение в данной ситуации когда человек молчит, зависит от ваших ценностей. То есть, как правило, люди, которые молчат, они ждут одного. Они ждут извинений. И вы можете безусловно извиниться перед человеком, если считаете, что виноват. Но здесь важно, конечно, дифференцировать то, что вы, к примеру, щипяете своей виной. И то, что щипят. Виной ваш молодой человек, мужчина, вечерат. Вот, и, как мне кажется, смешивать подобные вещи не нужно. То есть, мне кажется, смешать подобные вещи не нужно. Вот. Поэтому попробуйте посмотреть, где конкретно в ссоре с человеком, где конкретно в конфликте с человеком. Вы несколько, так скажем, пошли, ну, в разрез со своими ценностями. Так. Можно здесь сказать, если вы найдете этот момент, где вы пошли, ну, в разнос с своими ценностями. Да, если вы увидите этот момент, то вы сможете, на мой, по крайней мере, взгляд, это подкорректировать. И за это извините перед человеком. Но только за то, чтобы вы сами щипаете. Что поступили не совсем корректно. Вот. Только за то, где вы сами, вот, как бы, щипаете, что поступили, ну, не так, как вам, к примеру, хотелось поступить. Вот. Что важно? Конечно, важно увидеть свой вклад в конфликт, который произошел. Ссору, которая произошла. Увидеть, а, так скажем, свою активность. Вот. Вот. Это важно, чтобы вы учились брать на себя ответственность. Чтобы вы учились брать ответственность на себя за то, что происходит в ваших отношениях. Ну, в то же время, чтобы вы себя не предавали, что бы вы себя не предавали, что бы вы себя не ломали. чтобы вы как бы себе не изменяли себя, как бы, ну, не чувствовали себя, там, использовали, не чувствовали себя, там, зависит от человека. Это очень важно, это очень важно, потому что, если в этом направлении не двигаться, то мужчина на вас так и будет обижаться, без какой-то возможной перспективы, например, что-то изменить, без какой-то возможной перспективы, что-то исправить. Зачем? Если ему будет достаточно, просто вот, как-то, продемонстрирует вам, что он обиделся, да, и всё. В принципе, всё. Он продемонстрирует вам, что он обиделся, и это решит проблему, вы сами пойдёте к нему эту проблему решать. Как бы ничего хорошего из этого не получится. Ещё не менее важным аспектом является следующий элемент. Элемент замечания ваших чувств, замечания ваших эмоций. Когда вы находитесь сейчас в этом состоянии, вот, в состоянии, когда человек молчит и, по сути, там, вас игнорирует. Не игнорирует, да, но, как бы, такая вот, такое вот состояние, можно сказать, подвешенность присутствует. Эти чувства необходимо заметить, с этими чувствами необходимо поработать, их необходимо поисследовать. Вот. Чтоб вы понимали, чтоб вы понимали, что и как вообще с вами происходит. Вот. Это очень важный момент. Если есть вина, с ними поработать, если есть страхи какие-то, с ними поработать можно и нужно тоже. Вот. Если есть некоторые переживания, то с ними. А также нужно по взаимодействию. Вот. И, говоря по взаимодействию, я имею ввиду про работу. Поэтому вначале вам крайне желательно поразбираться в себе немного. Вот. Поисследовать свое эмоциональное восприятие от того, что происходит. И, может быть, использовать данную ситуацию для того, чтобы лучше себя понимать и лучше себя разбираться. Вот. Понимаете ли? На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. над собой. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Вот. И удачи! Обращайтесь за помощью. Общая. Раз. ου